Централизация российского государства требовала унификации церковных правил и обрядов. Определяющую роль в решении этого вопроса сыграли политические соображения. Стремление сделать Москву, Третий Рим, центром всего православного мира, требовало сближения с греческими церквами. Греческое духовенство настаивало на исправлении русских церковных книг и обрядов по греческому образцу. Между тем, греческая церковь со времен введения православия на Руси пережила ряд реформ и значительно отличалась от древних византийских и русских образцов. Поэтому часть русского духовенства выступила против предложенных преобразований. Но патриарх Никон, опираясь на поддержку Алексея Михайловича, решительно провел реформы в жизнь. Фактически, речь шла лишь о незначительных изменениях в обрядности. Важнейшими стали крещение не двумя, а тремя перстами, замена земных поклонов поясными, троекратное пение «Аллилуйя» вместо двукратного, движение верующих в церкви мимо алтаря не по солнцу, а против него. Противники Никона, старообрядцы, отказались признавать его реформы. На церковных соборах 1654 и 1656 годов они были обвинены в расколе, отлучены от церкви и сосланы. Наиболее видным сторонником раскола был протопоп Аввакум. После 14-летнего заключения в земляной тюрьме Аввакум был заживо сожжен за хулу на царский дом. Самым знаменитым произведением старообрядческой литературы стало «Житие Аввакума, написанное им самим». Не приняли реформ Никона монахи Соловецкого монастыря. Вплоть до 1676 года монастырь выдерживал осаду царских войск. Восставшие, считая Алексея Михайловича слугой Антихриста, отказались от традиционной для православия молитвы за царя. Властный Никон активно вмешивался в светские дела. Постепенно это стало тяготить Алексея Михайловича. В 1658 году Никон уехал в Воскресенский Новый Иерусалимский монастырь. Церковный собор 1666 года в Москве лишил Никона патриаршего сана. Итогом дела Никона стало подчинение церкви государству.